Здравствуйте! В эфире программа ЧОП «Чрезвычайные омские происшествия». В студии Татьяна Гусева и далее о том, что случилось в городе и области сегодня 11 января. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для раскрытия этого преступления в Называевск были направлены самые опытные следователи и сотрудники полиции. На причастность к убийству было проверено более 6 тысяч жителей райцентра и соседних регионов. Для проверки возможных фигурантов оперативники неоднократно выезжали в служебные командировки в Московскую, Новосибирскую, Челябинскую области и Краснодарский край. Опрошено около тысячи предполагаемых свидетелей. Для помощи в раскрытии преступления привлекались в том числе и сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета, сотрудники Главного управления клиналистики, которые оказывали помощь в гипнорепродукции памяти, свидетелей в проведении необходимых экспертиз, в проведении аналитической работы для раскрытия данного преступления. В результате в поле зрения сотрудников уголовного розыска попали ранее неоднократно судимые за кражи двое жителей Называевска 23 и 24 лет. После убийства обвиняемые вновь совершили кражи. Один из них на железнодорожном вокзале в Новосибирске украл сумку с вещами, оставленную ему незнакомым мужчиной для присмотра. Другой дважды проникал в дома жителей Называевска, однако не найдя ценных вещей, скрывался с места преступления. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в областной суд. За убийство, сопряженное с изнасилованием группой лиц по предварительному сговору, фигурантам грозит пожизненное лишение свободы. Наркополицейские на границе с Казахстаном задержали двух курьеров с крупной партией синтетики. 42-летний житель соседней республики вместе со своей попутчицей пытались перевезти из Омска к себе на родину 170 граммов так называемой соли. До потребителей не дошло несколько тысяч разовых доз. Ранее мужчина уже был судим за наркотики. Теперь за контрабанду и покушение на сбыт запрещенных веществ задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Судебные приставы за неуплату штрафа в ГИБДД арестовали внедорожник Хаммер. Рассчитываться за допущенные нарушения правил предприниматель не собирался. Когда же дорогая машина попала под арест, мужчина сам пришел к судебным исполнителям и объяснил, почему у него появилась задолженность на сумму более 60 тысяч рублей. В 2012 году я Акопяну Радику Ачекановичу передал на хранение 16 машин. И эти 16 машин, они должны были стоять у Акопяна на хранении до того, когда построится дом. Когда построится дом, он мне отдает квартиры, я переписываю на него машины. Потом по какой-то причине эти машины исчезли. На них начали кататься другие люди. И эти люди набили штрафов мне 89 тысяч рублей. Игорь пытался воззвать к совести компаньона, но безрезультатно. По документам должником является владелец Хаммера. Поэтому пока между бизнесменами не решился имущественный спор, платить по счетам придется собственнику иномарки. Мужчина полностью погасил долг и забрал машину со спецстоянки. За последние три года в отношении него в управлении ФССП России по Омской области было возбуждено более 40 исполнительных производств по взысканию неоплаченных штрафов. Одним из мотивирующих факторов стала перспектива лишения водительских прав на основании нововведений в закон об исполнительном производстве, вступающих в силу с 15 января 2016 года. В Калачинском районе после вмешательств прокуратуры семь граждан из категории детей-сирот получат квартиры. Напомню, что согласно российским законам, выпускники детских домов по достижению 18 лет имеют право на получение жилплощади по условиям социального найма. Однако экономическая ситуация не позволяет предоставить жилье всем нуждающимся. Так 25-летний Кирилл Вербенко семь лет ждал свою квартиру. В последнее время молодой человек со своей гражданской женой проживал в дачном домике. И вот на днях семья справит новоселье. Очень долго ждал этого с обычного дня, но дождался. И снимал хату, квартиры, и у сестры жил. После того, как Кирилл обратился в прокуратуру, и до вступления в силу решения суда прошло четыре месяца. Сразу после новогодних каникул семь молодых жителей Калачинска получат ключи от новых квартир. Люди обратились к нам за помощью в связи с тем, что длительное время им не предоставляется жилое помещение. Причины непредоставления, я думаю, они как объективный, так и субъективный характер носят. Где-то, допустим, не были, не своевременно были подготовлены документы на предоставление жилья, как самими детьми-сиротами. Не исключаю, что были проволочки определенные и на уровне министерств. Ну и, наверное, самая главная и основная проблема все-таки это бюджетное финансирование. Поскольку, как я сказал, это расходные обязательства субъекта, причем расходные обязательства достаточно масштабные. По данным контролирующих органов, с каждым годом количество нуждающихся в жилье детей-сирот не становится меньше. При этом прокуратура обращается в суд не только по заявлениям граждан, но и по собственной инициативе. В Тевризе 33-летний сельчанин убил рысь лопатой. Дикое животное мужчина обнаружил на чердаке сарая. Свои действия мужчина объяснил тем, что опасался за свою жизнь. Увидев человека, рысь готовилась напасть на него, поэтому сельчанину пришлось схватиться за лопату. Удар оказался для дикой кошки смертельным. Добавлю, что появление краснокнижного животного в райцентре люди заметили за день до инцидента и сразу же сообщили об этом в полицию. Так как она представляла опасность для жителей районного центра, в первую очередь для детей несовершеннолетних, были своевременно проинформированы все жители поселка, созданы бригады из числа охотников, сотрудников полиции. Сейчас труп животного переданы в ветеринарную службу. Специалисты проверят рысь на наличие заболеваний. И на сегодня это были все чрезвычайные омские происшествия. Если вы что-то пропустили, выпуски программы ЧОП всегда доступны на сайте 12 канала. Всего доброго, увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok